Всех приветствую! И в этот раз я буду повторять макияж очаровательной Лерочки. Я приложу фотку, приложу её, ник, конечно, обязательно. Начну я, пожалуй, с тональной основы. Это у меня Холика Холика с аджастером белым. Наношу это всё спонжем от Кушена. Сначала я сделаю просто тон, корректирую всё, консилер, оформлять лицо. Я буду уже после того, как сделаю глаза, потому что, скорее всего, у меня будет история, которая осыпается. Ну что ж, можно уже приступать к самому макияжу Бекка, макияжа Голаз. Я беру жёлтый оттенок из палетки Худа Бьюти. Я думаю, не обязательно мне конкретно для него использовать подложку, потому что он сам довольно яркий и насыщенный. Получается, жёлтый оттенок нужно нанести на примерно треть века в уголке глаза. Я понимаю, на нижнюю чуть-чуть совсем и побольше на верхнюю. Так, и на второй глаз. В итоге я сейчас посмотрю на камере, там на качестве вообще ничего не видно, но вообще в жизни нормально, в целом довольно ярко. И теперь я беру... У меня это палетка Революшн. На центр века наношу такой немножко персиковый оттенок получается. Слушайте, ну вроде, вроде даже похоже. Если честно, настолько давно не красила глаза, что, по-моему, я даже забыла, как их в целом украсить. Маленькое упущение, да? Так, на центр века второй получается глаз. И я штушевываю эти оттенки, жёлтый и персиковый, между друг с другом. Между друг с другом? Между друг... Между друг с другом? Такой, более такой, вот такой, да, более розовый оттенок, холодненький. Немного даже фиолетовый оттенок. Захожу я немножко на нижний век, делаю более прямую форму. Мне хочется этот оттенок немножко понасыщеннее, поэтому я его немножечко уплотняю. Нет, ну вроде даже неплохо, что это получается. Снова всё это помягче тушу и на втором глазу. Я так понимаю, что сейчас будет единственный шаг, который в татуре не указан. Я так понимаю, что на нижнем веке как раз персиковый оттенок, который идёт в центре глаза. Наношу на нижний век. И если честно, я бы ещё этим же оттенком немножко подтушевала бы в целом всю историю на верхнем веке. Маленький вопросик у меня возникает, просто у меня нет такого фиолет-лавандового оттенка. У меня такого оттенка нет ни матового, ни сатинового, но я думаю, я могу немножко схитрить и использовать. Интересно, он прям голубой. Пигмент от Тами Танука, он как раз, мне кажется, похож немножко. Но чуть похолоднее, возможно, но ничего более близкого у меня, к сожалению, нет. Я наношу на кисть, как раз пазу под клитор гибкую. И я её буду припечатывающими движениями наносить, чтобы не стереть матовые тени. Но я их всё равно стёрла. Ммм, да. Пятно. Вкусненько. Так, наношу сразу на один глаз. Но есть некие, знаете, некие подозрения, что это даже не близко. Нет, ну так где-то в километре стоит, может быть, ну... Ну ладно. Кстати, то, что у меня возникло небольшое пятно, ничего страшного. Пигмент всё скрыл. Но в жизни он, конечно, выглядит таким голубоватым больше. Я понятия имею, как на камере, потому что там, ну-ка, на камере, оно немножко бывает хитренько играет. Наношу на второй глаз, получается, на подвижные века. Клей. Также пигмент наношу. С тушёвую края как раз там, где у неё нет базы под клитер. И получается, нужно нанести вниз ещё немного, да, под нашу тушёвку. Следующим шагом идёт стрелка, подчёркивание уголка глаза. И в центр глаза наносится ещё один оттенок, более такой, я так понимаю, бежевый. У меня есть, конечно, похожие оттенки, но они не будут суперсияющими. А в этом макияже, я так понимаю, самое главное сияние. Поэтому я опять использую свою там и тонуху. Что-то мне подсказывает, что он опять не суперпохож. Ну, в целом, я, кстати, могла не наносить на центр глаза тот подмет, но, допустим, наносит он по центру глаза. Ну, что, мне жалко, я ещё нанесу в вазу. Стараюсь поднять повыше, чтобы сияния было много. Слушайте, ну, вроде, да. Это такой тепловатый оттенок, а больше как раз-то лавандовый получает. Ну, ничего себе. У меня мудрила я трэш. На второй глаз точно так же. Ну, какая вообще выходит красота? Мне очень нравится. И следующий шаг это нарыскать стрелки. Стрелки, получается, идут по направлению вниз. Я беру оттенок из палетки Huda Beauty и рисую стрелку вниз. Сначала я пытаюсь вывести нормальный кончик. Так, нормальный прямой кончик. Так, вдохнули, выдохнули. И прокрашиваю мне же ресничку. Следующий шаг по туториалу. Подчёркивание уголка глаза. Я беру светлый хайлайтер. Вообще сияния будет очень много. Мне очень нравится. И глазами почти последний шаг. Будет ещё тушь. Я использую блёстки. Это блёстки от Перепера. И меня уже заканчивается. Я даже сняла ограничитель. Надо использовать до конца. Что такое, да? Что добру пропадать? Я так понимаю, тут два разных оттенка блёсток. У меня, конечно, блёсток много, но в основном у меня все графики. А если другого оттенка, то они и на цветной базе идут. Естественно, всё повторяю. Естественно, всё повторяю, сказала я на втором глазу, когда уже почти всё закончила. Ой, такая молодец! Но эти, кстати, блёстки не самые крупные. Да, у меня были ещё блёстки со звёздочками покрупнее. Но что-то... Ладно, мне кажется, эти сойдут. Тем более их надо заканчивать. Она была экономной. Можно было бы использовать коричневую подводку, но я надеюсь, это простительно, если я использую чёрную блестящую. Ну, тут так много блёсток, не могу её не использовать. Блёстки! Использую кёрдер. Орудие, пыток. И следующим шагом тушь. Теперь стандартный мой макияж бровей. Я использую гель. Это гель для волос. Поэтому я не вижу никакого смысла его подписывать. Максимально фиксирую, насколько это возможно, потому что у меня очень непослушные брови. Мне кажется, гель для волос. Единственное, что вообще их может зафиксировать хоть как-то. Так, ну пока подсыхает, я, пожалуй, продолжу с... Часть с оформлением лица. Так, я использую консилер. С эсэйм. Нашу под глаза. Стараюсь обходить вот эту часть, потому что... Извините, но уже как бы могут и морщинки мимические, что-то попасть, да, такие вот. Закататься может консилер такой. Опа! Опа! И всё. И что делать тогда? Ничего уже не сделаешь. Вокруг носа консилер. Вокруг крыльев носа. Вокругу, на подбород. Можно на всё лицо, в принципе. Чё-такого, да? Да, вот так и всё лицо реально консилером закрасим. Ну, и не с фри, но у себу... Их популярны, но... Это более такая... Более сатиновая. Та, которая зелёная, она прям намертво схватывает. И мне, если честно, даже лицо может подстягивать. Теперь я буду использовать скульптор. Мне кажется, вот здесь я не буду произносить название, потому что вот этот продукт вы точно нигде достать не сможете. Но я на самом деле не уверена, что у Лер есть скульптор, но, извините, мои немножко сёки явно будут посочнее. Она наношу по периферии лица и питает периферику. Она была умной, у неё была прекрасная память. В любом случае наношу по боковым частям лица, чтобы немножко сузить. Обязательно второй подбородок, конечно. У Леры такой аккуратный, красивый носик. Я думаю, да, хоть чуть-чуть приблизиться к нему. Поэтому, опять же, я использую скульптор. Контуринг носа, это вообще ювелирная работа. Маленькой кистью тонкой я наношу сначала две линии. И маленькой тоже кисточку немного их потушую. Так, ну вроде с носом закончила. Теперь моё любимое в части контуринга, это контуринг губ. Я тоже, знаете, таки использую немножко, чуть более азиатскую технику. Хотя я не уверена, насколько она азиатская. В любом случае скульпторингом я сдаю тень на нижнем веке. Чего? На нижней губе подчеркиваю галочку на губы. Мне кажется, они уже побольше получились, чем вы. В чём суть? В том, что наносятся не прямой линией, а только в голову губ. Я так понимаю, тут более такой персиковый оттенок у Леры используются. Сейчас я выберу светлый персиковый или понасыщеннее. Моя воля говорит мне сначала использовать светлее и чуть-чуть подчеркнуть всё оттенком темнее. Румяна наносится чуть ниже у неё. Ну в смысле чуть ниже относительно меня, я обычно их чуть ли не под весь глаз наношу. Угу, и со второй стороны тоже самое. Теперь я беру более насыщенный оттенок. И я так понимаю, румяна есть ещё на кончике носа и на спинке. А я такое люблю. Я такое очень люблю. Если честно, кажется, что... О да, теперь не кажется. Румяна были суперделикатны, но я... Решила бабахнуть ещё. Я прям, получается, их низко-низко опускаю. Посмотрите, какая миленькая палеточка отклила. Я думаю, прежде чем переходить к губам, я хочу закончить с областью ресниц и бровей. Хочу нанести второй свой туши. Я ещё нанесу их на нижние ресницы, но я вообще не уверена, что это делать нужно было. Ещё я поняла маленькую деталь, которую я выпустила. Я так понимаю, есть ещё слизистый. Карандаш светлый. Наконец-то я перехожу к оформлению бровей. Сначала я их заполню более светлым оттенком. Потом уже буду заполнять конкретно в местах тех, в которых это будет нужно. Немножко удлиняю. Использую более тёмный оттенок. Для заполнения пробилов для кончика. Так, ну я считаю, я почти с бровями закончила. Пользую консилер, чтобы их немножко, так это, в более буржеский вид привести. Со второй тоже самое. И так понимаю, остались только жемчужины на нижнем веке. Наношу клей. Пока клей немножко подсохнет, я использую от Клио Твинкл по блёстке. Сейчас будет очень много блёсток на лице уже. Я их наношу как, получается, хайлайтер. Терри румяна. Но я считаю, что блёсток много не бывает. Правда, совсем не понимаю на носу, есть блёстки или нет. Но я так понимаю, даже ближе к глазу нужно нанести. Я люблю, когда блёсток много. Ну, вроде нормально, что у меня получается, только губы остались. Для того, чтобы сделать губы немножко побольше, я использую карандаш от Эбелин. Карандаш наношу по контуру. Она любила рисовать себе губы побольше. Я терпеть, ведь это все дело. Растушевываю пальцем. Я наношу персиковый оттенок под цвет румяна. Это у меня Sephora Lipstick Balm в третьем оттенке. Чего-то я знаю, какой оттенок. Я так понимаю, нужен такой немножко полупрозрачный слой. Ну, все бальзамы такой, для бальзама довольно плотноват. Я так понимаю, еще на губах есть блеск для губ. Так сияет красиво. У меня это Too Faced. Но, мне кажется, этого оттенка уже в наличии нет. Такое у меня, по-моему, там что-то прозрачное у Леры. Я уже с блесками пошла разнос. Я наношу на центр губ только. И наверх губ тоже на центр. Сейчас я приведу себя немножко в порядок. Мне кажется, в этом что-то есть. Немножко даже Лэгди с челкой неубранной. Ну, в общем-то, мне на самом деле результат-то нравится. Но, насколько он похож, как бы я, наверное, даже и не возьмусь судить, наверное. Я прям... Ну, что-то есть, что-то есть определенное. Но, в любом случае, Лерочка очень классная. У нее реально классные макияжи. Мне очень нравится вообще ее эстетика. Поэтому я очень надеюсь, что у меня хотя бы получилось похожее. Похожее.